Минсельхоз предложил запретить вывоз сахара из Кыргызстана на 6 месяцев в Чуйской области на Смерцпиле. Пожилую женщину возможные сроки окончания боевых действий в Украине назвали источники в Кремле. Все самые главные новости дня в блоге «Кстати» прямо сейчас. Министерство сельского хозяйства предложило запретить вывоз сахара из Кыргызстана на 6 месяцев. Такое решение предполагается с учетом сообщений о возможном дефиците сахара в стране. Страшно, очень страшно. Предложение также прозвучало с учетом того, что Кыргызстану нужно 85% самообеспечения сахаром на перспективу. Учитывается также запрет экспорта сахара из России и Казахстана. В соседней стране наблюдается дефицит. В кыргызстанском сегменте социальных сетей активно обсуждается вопрос дефицита. Многие пользователи объясняют это тем, что самый крупный сахарный завод в стране Каиндекант якобы реализует продукцию по завышенным ценам в Казахстан. И таким же ценам продает ее на внутреннем рынке. СМИ сообщают, что сейчас сахар в Бишкеке стоит 90-95 сомов. Компании пояснили, что ни грамма не продали Казахстану. Говори прямо. Кабмине объяснили, чем вызвано повышение цен на сахар. Говорится, что в связи с логистическими вопросами по поставкам сырья на завод, производство было приостановлено на несколько дней. Поставки тростникового сахара сырца в республику уже начались. В настоящее время завод Каиндекант запущен. Предприятие отружает сахар в объеме 550 тонн в сутки в торговые сети страны. До этого Кабмин проработал вопрос о выделении квот на поставку в республику 150 тонн беспошлиного сахара из сахарного сырца. В Министерстве сельского хозяйства были распределены квоты. 49 тысяч тонн выделены отечественным сахарным заводом. Сырья закупаются в Бразилии по более высокой цене, что повлияло на цену продажи. Остальной объем распределили между фондом Государственной материальной резерва и частными компаниями. Договоры на поставку заключаются. Сахар поступает в республику. В селе Садовом Чуйской области насмерть сбили 70-летнюю женщину, сообщила прислужба Главного управления обеспечения безопасности дорожного движения. ДТП произошло 27 мая примерно в 10 вечера на автодороге Бишкек-Чалдавар. По информации ГУО БДД за рулем Mercedes-Benz был 21-летний парень. Милиция не исключает, что авария могла произойти в темное время из-за отсутствия уличного освещения. Женщина скончалась на месте. Идет разбирательство. Во внутриполитическом блоке администрации президента Российской Федерации на фоне продвижения российских войск в Донбассе снова возникла надежда, что Москва может за несколько месяцев довести войну в Украине до победы. Об этом «Медузе» рассказали два источника близких к Кремлю и один собеседник непосредственно в администрации президента Российской Федерации. Программа «Минимум» для объявления победы Кремля в конце мая 2022 года считает взятие российскими войсками всей территории Донецкой и Луганской областей. В целом, россияне приблизились к этому результату. Сейчас под контролем Украины остается около 5% территории Луганской области и чуть больше 40% Донецкой. Программой «Максимум» по-прежнему называют взятие под контроль Киева. «Мы все равно их доколупаем. Скорее всего, к осени уже все закончится», полагает один из источников. При этом, как ранее писала «Медуза», до относительных успехов в боях в Донбассе и в Кремле были более осторожны в оценках и признавали, что не видят вариантов закончить боевые действия в Украине и сохранить свой рейтинг. По словам собеседников «Медузы», подобные настроения распространились не только в Кремле, но и в руководстве «Единой России». Как сейчас оценивают перспективы наступления на Киев в руководстве Минобороны Российской Федерации, собеседникам «Медузы» неизвестно. Пока воюют в основном контрактники. Хватает для относительно медленного продвижения. Но если двигаться надо будет быстрее, можно задействовать срочников. Это все равно армия, рассуждает близкий к аппарату президента источник «Медузы». Он добавляет, что всеобщей мобилизации в России ждать не стоит. В Кремле опасаются идти на такой шаг, так как он может ударить по рейтингу властей лично Владимира Путина. В Кремле сомневаются, что западные страны продолжат масштабно поддерживать Украину финансами, вооружением, если война затянется. Я лично сомневаюсь. Рано или поздно Европе надоест помогать этой деньги и производство оружия, которое самим нужнее. Ближе к осени надо будет договариваться по газу и нефти к отопительному сезону, перечисляет аргументы один из собеседников «Медузы». Сейчас кажется, что на фронте мало что происходит, что российская армия берет какие-то второстепенные населенные пункты, что у нее есть какие-то проблемы. Но это ощущение создается от того, что украинцы сразу не сдались, как многие думали. Да, Блицкрито не вышло. Видно какие-то просчеты, но это не означает, что победу одержать не получится, формулирует один из близких к аппарату президента, собеседник «Медузы». Ресурсов у России заведомо больше, добавляет еще один. На сегодня это все. Оставляйте свое мнение в комментариях. Это будет, как всегда, кстати. До встречи. До встречи. До встречи.